Бывший главный санитарный врач, а ныне первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко на днях заявил, что в предстоящий осенний период бояться стоит новых штаммов гриппа, а вовсе не коронавируса. Обсудим это сегодня в ближайшие полчаса. Меня зовут Инесса Панченко. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке Министерства здравоохранения Самарской области, Самарской областной ассоциации врачей и информационной поддержки журнала «Личный врач». Это программа «Звоните доктору». Сегодня дежурный врач нашей скорой и телевизионной помощи Екатерина Кендалова, главный внештатный инфекционист по городскому округу Самара, заведующий инфекционным отделением номер 2, клиник СамГБУ. Здравствуйте. Добрый вечер. Сегодня мы говорим про опасный период. Буквально несколько дней отделяет нас от начала осени. Работаем в прямом эфире 202-11-22. О том, как этот период пережить с наименьшими потерями, можете звонить к нам в студии и задавать вопросы Екатерине Сергеевне. На самом деле, не знаю, удивит вас это или нет, но еще есть люди, которые не верят в существование эпидемии и продолжают говорить, что вирус не так уж опасен. Какая ситуация по коронавирусу, по заболеваемости сегодня в Самарской области? К сожалению, да. Люди, которые отрицают наличие коронавируса, отрицают необходимость вакцинации от коронавируса, существует. Ситуация напряженная. И на самом деле это не эпидемия, а пандемия. То есть она захватывает все страны, все континенты. Ситуация остается напряженной. И можно посмотреть официальную статистику. Количество заболевших пока не снижается. Это примерно 440 заболевших каждые сутки в Самарской области регистрируется. Но это на самом деле большая цифра. Это большая цифра по сравнению даже если взять прошлый год, примерно это же время. Сейчас пациентов регистрируется больше. Мы больше видим пациентов с тяжелыми формами, с осложнениями. С тех пациентов, которые нуждаются в лечении в отделениях реанимации, интенсивной терапии. Немножечко меняется возрастной состав пациентов. Это более молодые люди. Ну и конечно это группа риска. Это пожилые люди, это беременные женщины, лица с сопутствующей патологией, сердечно-сосудистыми заболеваниями, заболеваниями бронхолегочной системы, с сахарным диабетом. Ну и другими состояниями, которые отягощают течение как коронавирусной инфекции, так и в принципе любого инфекционного заболевания и гриппа в том числе. Так вот о гриппе. Прекрасное лето у нас было, несмотря на то, что был резкий рост заболеваемости, но погода при этом замечательная. Жили мы тут просто как на курорте и устали от жары. Вроде бы и не хочется с другой стороны, чтобы она уходила. Ну в общем хотим мы этого или нет. Подходим к сентябрю. Традиционно каждый год в это время идет подъем заболеваемости ОРВИ, гриппом. И вот наверное об этом стоит поговорить сегодня, стоит об этом побеспокоиться уже сегодня. Но во-первых, коль скоро сейчас у нас еще и ковид, то как отличить симптомы заболеваемости гриппа и ковида? Симптомы заболевания, особенно в начале, очень схожи и гриппа, и коронавирусной инфекции. Это симптом лихорадки, то есть повышение температуры тела в зависимости от степени тяжести течения заболевания. У гриппа и ковида это могут быть разные. Кто-то болеет с невысокой температурой при легком течении, кто-то с более высокой температурой. Это проявление синдрома интоксикации, то есть слабость, головная боль, утомляемость какая-то. Просто для гриппа характерно более острое начало внезапное, сразу с высокой температуры. Для ковида все-таки это более постепенное течение. Ну и характерный симптом, которым все уже знают, это потеря обоняния. Он присущ все-таки коронавирусу, инфекции больше, чем гриппу. Но самому, к сожалению, заболевшим очень сложно отличить, поэтому при первых признаках у вас повышения температуры или каких-то респираторных симптомах надо обратиться к врачу, есть горячая линия, позвонить, вызвать врача из поликлиники и ни в коем случае не заниматься самолечением. Да, в общем, грипп это или коронавирус, больному все равно самому не стоит диагностировать у себя заболевание. Главное, чтобы врач разобрался. Это да. Я напомню, если вы опоздали к началу эфира, сегодня у нас в студии Екатерина Киндалова, главный внештатный инфекционист по городскому округу Самара, заведующий инфекционным отделением номер 2 клиник сам ГМУ. Говорим мы сегодня о том, как безопасно пережить наступающий осенний период, как не заболеть гриппом и ОРВИ, ну и коронавирусом, конечно же, тоже. Но мы все-таки пока о гриппе, и каждый год к нему медицина готовится, изучает предполагаемые штаммы. И вот я прочитала, что в этом году будет три новых штамма гриппа. Не знаю, насколько это достоверная информация, но вообще что слышно? Да, действительно, ситуация с гриппом мониторируется, и Всемирной организацией здравоохранения, и российскими, у нас есть НИИ гриппа в Санкт-Петербурге, которые тоже прогнозируют возможные штаммы гриппа. Это не совсем новый грипп, это привычные нам штаммы гриппа типа А, гриппа типа Б, просто в связи с тем, что для вирусов свойственно мутировать, эти штаммы видоизменяются, поэтому каждый год прогнозируются штаммы, которые будут, и именно они входят в состав тех вакцин, которые будут применяться в данном сезоне. Поэтому если у кого-то осталась вакцина прошлогодняя, использовать ее смысла нет совершенно никакого, штаммы будут другие, они спрогнозированы. Ну а вот смотрите, традиционно антигриппозная прививочная кампания начинается к сентябрю, а когда уже понятно, какие будут штаммы и когда модифицируются вакцины, получается? Да, обычный начал, это сентябрь-октябрь, в ноябрь, то есть для того, чтобы у нас была защита от гриппа, должно пройти определенное время, это от двух до четырех недель, в среднем три недели, чтобы быть готовым уже к эпидсезону, к подъему заболеваемости, поэтому вакцинироваться надо заранее. Особенность этого сезона прививочного от гриппа, это все-таки, что идет параллельно вакцинации от коронавирусной инфекции, поэтому здесь есть ряд условий, которые надо соблюсти, чтобы защитить себя и от того, и от другого заболевания. Некоторые медики говорят о том, что двойное заражение, например, гриппом и коронавирусом может протекать очень тяжело, но мы опять-таки свидетели того, что в прошлом году гриппа у нас практически не было, или мы, может, его просто как-то не заметили, тогда какой смысл сейчас вообще, может быть, говорить о гриппе и уж тем более прививаться? В прошлом году действительно при исследовании мазков из носоглотки у пациентов с признаками какого-то респираторного заболевания не было выявлено ни одного случая гриппа, но все течет, все меняется, неизвестно, как будет в этом году, а может быть, в прошлом году более жесткие меры, да, самоизоляция, к которой все были отправлены, тоже поспособствовало некоторому снижению заболеваемости и другими ОРЗ. В этом году все-таки рекомендуем привиться от двух заболеваний от гриппа и от коронавирусной инфекции. Ну, может быть, не стоит уж так бояться гриппа? А бояться надо любого заболевания, особенно лицам из групп риска, они примерно такие же, как и при коронавирусной инфекции, это пожилые люди, да, 65+, это лица с сопутствующими заболеваниями, это дети, беременные женщины, осложнения гриппа примерно такие же, как и при коронавирусной инфекции, это пневмония, это отек легких, это тоже самое тяжелое течение, необходимость и реанимационных каких-то мероприятий, и бывают случаи перевода НВЛ пациентов с гриппом, поэтому помнят все еще пандемию в 1917-1917 года, испанку, которая унесла тоже достаточно большое количество жизни. Видимо, многие забыли. Не так далеко была пандемия свиного гриппа, которая тоже была в 19-2010 год, когда тоже было большое количество и летальных исходов, и тяжелого течения. Поэтому все это видели и настоятельно рекомендуем привиться. Ну, а вот опять-таки, если сходим в лагерь антиковидных сторонников, то они говорят, что, вернее, они в начале пандемии говорили о том, что, что вы так боитесь коронавируса, от гриппа умирает людей гораздо больше. Сейчас, наверное, об этом говорить не будут, потому что, по-моему, цифры уже другие, да. Но тем не менее, вот какая картина по летальности и по осложнениям от гриппа? Примерно такая же, как и от коронавируса, те же самые группы риска. Особенно обратить внимание на эти моменты. То есть понятно, что молодой, относительно здоровый человек, что коронавирусом может переболеть легко, что гриппом может переболеть легко. Но варианты тяжелого течения при гриппе и молниеносного течения с развитием отека головного мозга, отеки легких, никто не исключал. У нас есть звонок. Алло, здравствуйте. Алло, слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте, слышно? Да, слышно, говорите, пожалуйста. Вот такой вопрос. Вопрос про ковид. Кстати, может, у вас есть какая-то информация? Именно среди привившихся в Самаре есть случаи, витали? Вы имеете в виду осложнение от прививки? Нет, не от прививки. А, те, кто... Именно от привитых, среди привитых. Есть ли летальность, да? Или это все-таки привитые, это стопроцентная защита, но от фатального исхода. Очень хороший вопрос, спасибо вам за него. Вопрос на самом деле хороший. Прививка, да, прививка, к сожалению, на 100% не защитит от вероятности заболеть любым инфекционным заболеванием, но защищает от развития тяжелого течения заболевания, от летального исхода. Среди людей, которые завершили полностью курс вакцинации, да, то есть они сделали две вакцины от коронавирусной инфекции. А после второй вакцинации прошел 21 день, да, когда у нас полностью формируется защита. Случаев тяжелого течения, потребности в нахождении в отделении реанимации, летальных исходов не было, да, были случаи заражения. Это было, как правило, достаточно легкое течение. Ну, вот я почему сказала, что хороший вопрос, потому что очень много же слухов, фейковой информации, и, конечно, практически каждый день встречаешь информацию, что в реанимациях очень большой процент привитых, и среди них большой процент летальности. К счастью, это не так. Это не так. Замечательно. У нас еще один звонок. Алло, здравствуйте. Добрый вечер. Я хотел вас спросить. Сегодня я хочу ревакцинироваться, а мне отказали в ревакцинации. Сказали, потому что самаре не ревакцинирует, а потому что еще не все привились. Что мне делать? А когда вы делали прививку? Я в феврале делал. В феврале. Полгода прошло. Полгода, да. То есть прошли рекомендованные 6 месяцев в период пандемии, необходимые для ревакцинации. И думаю, здесь надо адресно разбирать с человеком вопрос просто. То есть такого не должно быть, вы сейчас хотите сказать? Не должно быть. Такого не должно быть. Я надеюсь, что тот, кто нам сейчас звонил, оставил свой номер нашему оператору. Пожалуйста, если вы этого не сделали, наберите еще раз 202-11-22 и оставьте, пожалуйста, свой номер телефона. Мы выясним этот вопрос и с вами свяжемся, да, Екатерина Сергеевна. Вообще такого быть не должно. И если я вас правильно поняла, то ревакцинация уже проводится. Сегодня мы говорим о повышении заболеваемости гриппом ОРВИ и коронавирусом в сентябре. У нас в студии главный внештатный инфекционист Екатерина Киндалова и телефон прямого эфира 202-11-22. Мы с вами говорим о том, что нужно в сентябре хорошо было бы сделать уже прививки от гриппа. Но еще не все у нас закончили прививки от коронавируса. Но ведь достоверно неизвестно, какую реакцию вызовет совмещение, совпадение этих двух прививок. Да, таких исследований пока нет, да, не было опыта введения вакцины одновременно, поэтому рекомендуемый интервал – это один месяц. Сначала рекомендуется привиться от коронавируса, затем через месяц делать прививку от гриппа, потому что подъем заболеваемости гриппа не ожидается в сентябре-октябре, да, он все-таки будет попозже, поэтому время как раз есть для того, чтобы завершить вакцинацию от коронавирусной инфекции, привить себя от гриппа и защитить себя от этих двух заболеваний. У нас есть звонок, алло, здравствуйте. Здравствуйте, я хотела бы спросить у вашего эксперта, есть какие-то обобщенные данные прививки аллергикам? Как они переносят в общей массе? И какую именно вакцину нужно ставить? Вы про себя что-то скажете? У вас есть предрасположенность к аллергическим реакциям? У меня дочка, ей 45 лет. Когда она родилась, ей сделали прививку БЦЖ, и была такая реакция сильнейшая. Она вся потемнела, почернела. Ее положили вот под колпак, делали вливание, выписали нас из роддома диагнозом «скрытый порог сердца». Но сейчас, по истечении стольких лет, наблюдая за ней, она в глубокий аллергик. Я поняла, что это была такая реакция, вот именно на прививку БЦЖ. А скажите, пожалуйста, мы сейчас говорим о прививке для вас или для дочери? Для дочери. Для дочери. Да, спасибо, я думаю, мы поняли вопрос. Благодарю вас. Да, а можно уточняющий вопрос один? А с тех пор дочери делали какие-то другие прививки, потому что... Да. Была года три назад облегченная прививка от дифтерии. Когда вот у нас в городе, или пять лет назад, тогда была вспышка дифтерии, ей делали облегченную какую-то. Еще хотела бы вдогонку я спросить. Вот вы делали аллергикам вот насечку, на реакцию, на всякие вещества, на выявление аллергенов. Возможно ли вот сделать такую вот облегченную насечку, пробу, вот на эти вакцины, которые... Возможно ли это такое или нет? Да, спасибо за вопрос. Да, спасибо за вопрос. Таких возможностей диагностики, какой-то аллергической реакции на вакцину нет, да? Сделать насечку и посмотреть, будет реакция или нет. Но судя по тому, что человека прививали уже другой вакциной никакой, судя по всему, реакция не последовала. В этом случае лучше проконсультироваться у терапевта, который знает всю ситуацию, да? У человека за 40 лет все-таки где-то наблюдает. Ну и у аллерголога. Все-таки, чтобы понять, была ли это на самом деле реакция на вакцину БЦЖ или просто какое-то совпадение с течением обстоятельств. Екатерина Сергеевна, раз уж такой вопрос поступил, сразу тогда спрошу, а все-таки какие реакции, какие побочные явления на введение вакцины, мы сейчас про коронавирус говорим, зафиксированы у нас в регионе, может быть, в России, потому что люди очень боятся, что мы чего-то не знаем и что от нас что-то скрывают. Серьезных нежелательных каких-то реакций на вакцину в Самарской области зарегистрировано не было. Как правило, это гриппоподобные симптомы, то есть это повышение температуры, ломота в мышце, головная боль, слабость. Может беспокоить место инъекции, место укола. Там может быть покраснение, боль в этой руке, делать в руку укол. Все это проходит самостоятельно в течение нескольких дней, и это не является побочным действием. Это нормальная реакция на вакцину. Если симптомы сильно беспокоят, то можно принять любой нестероидный противовоспалительный препарат, и все, то есть это нормальная реакция. Сейчас прививации идут массово. Вот мы привили на днях в Самарской области миллионного уже пациента, миллионного жителя. Давайте мы посмотрим сначала сюжет об этом, потом продолжим разговор. Здравствуйте. У вас сутник лайк. Да. Это ваша память. Спасибо большое. Коронавирусом переболел еще в мае 2020 года, рассказывает жительница Тольятти Мария Авакумова. Женщина работает в нотариальной конторе, постоянно контактирует с людьми, поэтому и решила пройти вакцинацию. Приятной неожиданностью стало и то, что женщина оказалась миллионным привившимся в Самарской области. Я поняла, что я буду прививку делать именно в августе, потому что, думаю, когда прививка как раз будет, начнет действовать, подойдет сентябрь, вот эта погода, а эта погода все-таки действует на человека так, что много людей заболевает не ковидом, но иммунитет ослабевает, если человек переболеет каким-то заболеванием простудным. И в результате тогда к нему придет ковид быстрее, чем обычно в летний период. Однако на достигнутом миллионе сбавлять темпы не стоит, говорят врачи. До начала осени остаются считанные дни, и нужно наращивать скорость кампании, чтобы как можно быстрее сформировать коллективный иммунитет. Цифра достаточно большая, как миллион. Совершенно недостаточная цифра. Совершенно недостаточная. С точки зрения реальной борьбы и реального прекращения эпидемии было бы абсолютно спокойно сегодня бы сказать 2 миллиона, и тогда мы точно знали бы, что больницы опустеют, что смертей не будет. Вот 2 миллиона – это да. Прививка – самый действенный способ оградить себя от тяжелой болезни, осложнений и неприятных последствий, говорят медики. Особенно это важно для пожилых людей, для тех, у кого есть хронические заболевания. Записаться на вакцинацию можно через портал госуслуг, либо в ближайшие поликлиники. Также пройти вакцинацию можно в медучреждении, где прививают круглосуточно. В Самаре такую услугу предоставляют поликлиники номер 4, номер 6 и номер 10. Для этого при себе необходимо иметь три документа – паспорт, СНИЛС и полис. До программы «Звоните доктору» мы сегодня говорим о начале прививочной кампании против гриппа, о продолжении прививочной кампании против коронавируса. У нас в студии Екатерина Кендалова, главный внештатный инфекционист по городскому округу Самаре. Пациентка миллионная сказала, что она для себя наметила, что именно в августе она будет делать. То есть, получается, что она правильную тактику выбрала, чтобы у нее приблизительно месяц оставался до начала прививочной кампании против гриппа. Да, совершенно правильно. Месяц должен пройти между второй прививкой, то есть окончанием вакцинации от коронавируса до начала вакцинации от гриппа. Но вакцинацию от гриппа тоже, видимо, не стоит откладывать, потому что когда самые ранние случаи зафиксированы, вот наступление уже заболеваемости? Ну, ноябрь, декабрь, как правило, уже начинается. Подъем заболеваемости в разные годы по-разному, но это зимний период, иногда он растягивается до весны, поэтому затягивать не надо, если кто-то еще не принял решение, надо принять уже и определиться. А мы звонок принимаем. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. Да, да. Я, что вы сказали, переключайте на суде. Мы вас слушаем. Ага. А, что это значит меня? Будьте добры, я переболела в феврале от коронавируса. Хотела через полгода сделать прививку в вакцинации. Но, прежде чем гибнуть, я пошла сдала на антитела, чтобы узнать, в каком состоянии в моем организме. И выяснилось, что у меня скайлат платная лаборатория 1935, положительная. Так вот, надо ли мне делать вакцинацию? Это раз. Во-вторых, если у меня такие высокие антитела, и еще я сделаю вакцинацию, какой будет ответ организма? Надо ли это делать мне после вакцинации от коронавируса? А можете нам сказать свой возраст? 80 лет. Спасибо. Спасибо за вопрос. Очень насущный вопрос. На самом деле, по всем нормативным базам, нет даже показаний для определения антител перед вакцинацией. Соответственно, нет никакого-то уровня, где можно было сказать, да, у вас антител столько-то, прививаться не надо. Или у вас антител столько, нужно их сделать. Тем более, очень часто мы не знаем динамику этих антител. Может быть, месяц назад их было не тысяча, а 10 тысяч, и они снизятся, и через месяц их вообще не останется. И, соответственно, не знаем, сколько должно быть антител для защиты. Плюс вырабатываются антитела разных классов, да, то есть у переболевших людей это антитела к N-белку, прививка – это антитела к S-белку. Соответственно, если вы сделаете прививку, вы просто выработаете антитела еще и на другой компонент вируса, его оболочки. Соответственно, защита будет надежней. Ну, на чем базируются тогда эти разговоры о том, что при высоком уровне антител введение вакцины может спровоцировать цитокиновый шторм и очень сильный иммунный ответ? Я таких публикаций не встречала, это, может быть, все разговоры на уровне обывателей. Цитокиновый шторм – это несколько другой. Это реакция в организм в ответ на внедрение вируса и тех ферментов, которые вырабатывает вирус, чтобы от него избавиться. Иммунный ответ очень сильный, правильно? Иммунный ответ, да, но он возникает только на внедрение какого-то инфекционного агента. Прививка не вызывает заболеваний, не является инфицирующим фактором, поэтому цитокиновый шторм на вакцинацию не развивается, заболевание не развивается. И никакого вреда здоровью не будет от того, что вы с каким-то уже уровнем антител сделали прививку. Резюмирую. Не обязательно перед вакцинацией сдавать тест на антитела? Совершенно не обязательно, да. У нас звонок. Алло, здравствуйте. Добрый вечер. Добрый. Я слышал, что переболевший ковидом имеет право на внедрение на консультацию. Это так? Речь идет о медработниках, у которых профессиональное заболевание, то это индивидуальные случаи. Вам надо обратиться на консультацию к инфекционисту, чтобы какие-то вопросы ответить. Я правильно поняла, вы спрашиваете о том, что если человек переболел коронавирусом, то ему должна быть компенсация от государства. Об этом речь? Да, да, да. Нет, мы такой информацией не владеем, чтобы просто жители получали какую-то компенсацию. Ну, за то, что переболел человек, честно говоря, вот у нас нет ответа. Я вот от вас впервые слышу о таком, да. То есть масса различных компенсаций есть сейчас, поддерживающих в период пандемии, но не об этом речь. А переболевших, по-моему, не знаю. Может, мы просто не знаем еще с вами, Екатерина Сергеевна. Хорошо. У нас традиционно в программу очень много вопросов о вакцинации поступает от людей пожилых. То есть от людей фактически группы риска. Так вот тогда, насколько велики риски введения препарата именно в пожилом возрасте? Побочные явления? Как правило, все вакцины, которые сейчас рекомендованы для профилактики от коронавирусной инфекции, от гриппа, раз уж они идут у нас в настоящее время параллельно, они эффективны, безопасны. И не важно, какая это возрастная группа, каких-то серьезных нежелательных явлений не было зарегистрировано, даже там в связи с возрастом. Наоборот, с учетом, что это лица, да, группа риска, даже не сколько в силу возраста, а в силу того, что мы к определенному возрасту уже приобретаем определенный набор каких-то состояний патологических, да, это и нарушение обмена веществ, и гипертоническая болезнь, еще какие-то проблемы со здоровьем, то все это, конечно, взаимоотягощает, если человек еще заболеет какой-то инфекцией, гриппом, коронавирусом или другим заболеванием. Поэтому эти лица должны быть в приоритете в вакцинации привиться как можно раньше. И им не нужно опасаться, что они в группе риска по вакцинации. В группе риска по вакцинации они не находятся, а вот в группе риска по тяжелому течению заболевания однозначно. Мы слушаем звонок. Алло, здравствуйте. Ага, нас не дождался наш абонент, ну, может быть, еще успеет перезвонить, хотя, в принципе, вряд ли. Есть противопоказания от вакцинации, как от гриппа, так и от коронавируса, правильно? Вот если человек пожилой, он явно в группе риска, но у него нет возможности вакцинироваться, противопоказания есть, что делать в этом случае, как защитить их? Во-первых, надо тогда привить максимально окружение, которое может явиться источником инфекции для этого пожилого человека или человека с какими-то сопутствующими заболеваниями, которые не позволяют ему вакцинироваться. Плюс есть еще неспецифическая профилактика, это соблюдение правил личной гигиены, ношение масок, мытье рук, социальные дистанции, санитайзеры. Людям с хроническими заболеваниями необходимо контролировать свое состояние, если речь идет о сахарном диабете, это прием препаратов, да, контроль уровня глюкозы крови, людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, это контроль за артериальным давлением и так далее. То есть те рекомендации, которые дает врач, который наблюдает человека, прогулки, сон, правильное питание. Екатерина Сергеевна, простите, давайте просто очень хочется, чтобы еще один человек у нас прозвучал в эфире. Постараемся успеть. Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте. Мы слушаем. Здравствуйте. Даша, у меня рак, здравствуйте, железы. Да. Да, спасибо за вопрос. Все зависит от того, когда вам был установлен диагноз и лечение, которое вы получаете. Как правило, люди, если получают как лучевую или химиотерапию, в настоящий момент это временные, да, противопоказания вакцинации. Этот вопрос вам лучше в зависимости от стадии там и всего остального лучше обсудить с врачом-онкологом. Ну, во всяком случае, сейчас уже мы неоднократно говорим о том, что онкология сама по себе не является противопоказанием. Но вот в каждой ситуации лучше вопрос решать индивидуально с врачом-специалистом. Екатерина Сергеевна, прямо завершая программу, еще раз вернусь к этому и хочу подвести некое резюме. Очень многие говорят, что я сделал прививку, все, мне не нужна маска, мне не нужна социальная дистанция, мне не нужны никакие санитайзеры. Вот здесь тоже ведь заблуждение? Возблуждение, потому что иммунитет вырабатывается через три недели после второй прививки, поэтому весь этот период времени все равно надо себя защитить. И пока мы не достигнем того уровня коллективного иммунитета, к которому все стремимся, все равно надо соблюдать все рекомендованные нам правила. Ну, то есть маски и санитайзеры с нами остаются? Пока остаются с нами. А мы на этом завершаем сегодняшнюю программу. Спасибо большое за участие с нашими зрителями. Увидимся ровно через неделю. До свидания. Будьте здоровы. Продолжение следует...